Во все времена церковь оказывала поддержку страждущим и нуждающимся. На сегодня ее помощь как никогда. Пандемии коронавирусной инфекции, прибытие вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик и это и многое другое требует особой концентрации усилий священнослужителей и добровольцев. Для ознакомления социальными проектами, осуществляемыми Симбирской епархией, обмена опытом и знаниями, прибыли специалисты синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Они провели образовательные семинары по больничному служению для духовенства Симбирской епархии и социальному служению для сестер милосердия. Наша задача познакомиться с текущими социальными проектами, которые есть в Симбирской епархии, пообщаться с делателями этих проектов, обменяться опытом, обменяться мнениями. Конечно, нам бы хотелось, чтобы социальная церковная деятельность Симбирской епархии развивалась, и мы готовы всячески помогать в этом. Затем специалисты синодального отдела Протерия Сергий Кляев и Наталья Шакура вместе с председателем епархиального отдела по взаимодействию с Министерством здравоохранения и медицинскими учреждениями Иереем Дмитрием Суботиным посетили красную зону в Центральной городской клинической больнице. Гости отметили, что в Ульяновске хорошо отработаны вопросы соблюдения безопасности при посещении духовенством красной зоны. Наша цель, чтобы священник мог по необходимости попасть в любую больницу, в том числе и в реанимационное отделение. Это может быть последний шанс у человека принести покаяние, как-то примириться с Богом, причаститься, поисповедоваться. Председатель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протеерей Сергий Ефремов и руководитель направления помощи людям с инвалидностью синодального отдела Вероника Леонтьева посетили литературный музей «Дом языковых». В музее дети с ограниченными возможностями здоровья учатся создавать мультфильмы и рисовать изображения на песке в рамках работы мультипликационной студии «Хочу и буду». Мультипликационная студия и театральная студия «Элмер» являются основными направлениями деятельности православно-инклюзивного центра «Солнечный круг», действующего при Анапретеченском храме Ульяновска. Следующим пунктом стал склад гуманитарной помощи Благостыни при храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Работа этого склада стала реальной поддержкой для одиноких мам с детьми, беременных женщин, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На следующий день специалисты синодального отдела посетили самый крупный в Ульяновске пункт временного проживания беженцев в гостинице «Венец», где на сегодняшний день находится порядка 250 человек, около 100 из них – дети. Священнослужители пообщались с беженцами из ДНР и ЛНР, затем передали продуктовые наборы для многодетных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья. После этого гости вместе с протереем Павлом Путилкиным, священником, окормляющим пункты временного пребывания беженцев, посетили приход храма во имя святителя Николая Чудотворца. Здесь прихожане проявляют активное участие в сборе вещей для нуждающихся и каждую субботу готовят горячие обеды для 40 человек. Отец Павел уделяет много времени не только социальной помощи на приходе, но и готов рассказать о том, в каких объемах оказана помощь в целом. В помощи для беженцев, для граждан Донбасса участвуют все приходы сибирской митрополии. И вот на данный момент уже за месяц было собрано где-то более 4 тонн продуктов, средства личной гигиены, это шампуни, мыло, зубная паста и вещи. Вещи где-то примерно 60 мешков. Специалисты Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению отметили высокий уровень социальной работы, которая ведется в Симбирской епархии и пожелали успешной реализации всех проектов, которые касаются больничного служения и социальной деятельности. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Добрый день! Возлюблено Господи, братья и сестры! К нам поступил такой вопрос, который я сейчас зачитаю и попытаюсь кратенько ответить. Жена делала аборты. Я был в курсе, считать ли это и моим грехом? Исповедовать ли мне его и как? Конечно, грех аборта является тяжким. Конечно, грехом это считается детоубийством. И, к сожалению, если люди идут на такой страшный поступок, необдуманный, нужно всячески препятствовать тем людям, которые хотят совершить этот грех. Если муж и жена, они берут на себя ответственность жить вместе, жить в согласии, жить в единомыслии, любви. И прежде всего, конечно, это ответственность для обоих сторон, прежде всего, как и для мужа и для жены. И муж должен всячески препятствовать этому и стараться убедить, что этого делать не нужно, потому что считается это великим большим грехом детоубийство. И нужно всячески делать так, чтобы человека отговорить от этого, так сказать, от этого поступка. Потому что муж, он несет ответственность за свою семью, за своих детей, за свою жену. И, конечно, исповедоваться в этом грехе не нужно, потому что этот грех совершила жена. Но если по его умолчанию, и он не препятствовал этому, то есть смолчаливого согласия, то он является как бы неким соучастником этого греха. И нужно стараться, чтобы этого вообще никогда не происходило. Здравствуйте! К нам поступил следующий вопрос. Как понять фразу из Библии? Теплого извергну из уст своих. Ведь когда говорится о молитве, то подчеркивается, что молитва должна быть теплой. И да не будет твоя молитва ни холодной, ни горячей, но теплой. Также священники утверждают, что милостыня должна подаваться теплыми руками. И тут же теплого изблюю. На самом деле, ответ на этот вопрос достаточно пространный. Это цитата, взята из нескольких мест Ветхого и Нового Завета. И в частности, вот фраза «теплого извергну из уст своих». И где говорится о теплой или горячей молитве, это цитата, взята из Откровения Иоанна Богослова. Там говорится о том, что человек должен быть не тепло-хладным, он должен быть или теплым, или горячим, или холодным. Но не должен быть теплым. Когда говорится о теплой молитве, говорится о сердечной молитве. То есть молитва, которая должна быть из сердца. Она должна быть и горячей в том числе, но не должна быть теплой. Теплой в плане того, что она не должна быть безразличной. Когда мы говорим о том, что милостыня должна подаваться теплыми руками, должна подаваться с добром. Она должна подаваться так, чтобы вы задумались о том, подается ли это милостыня для того, чтобы помочь человеку, Или подается это милостынь для того, чтобы похвалиться собой, или для того, чтобы отчиславиться. Вот для этого нам нужно, чтобы эта милостыня была какое-то время в руками, согрелась. И для того, чтобы наше сердце согрелось в любовь к этому человеку или к тому, кому мы подаем эту милостыню. К нам поступил следующий вопрос, братья и сестры. Мне 17 лет, недавно я стал интересоваться Святым Писанием, верою, но есть проблема отношения со стороны сверстников в школе. Они атеисты. Отвечать зло на зло не хочется, но что делать не знаю. Есть такие замечательные слова в Священном Писании у апостола Павла. Не будь побежден злом, но зло побеждай добро. Это сложно, соглашусь. Но это путь нас, как православных, как христиан, это путь именно для нас. Путь сложный побеждать что-то злое нашими добрыми делами. По отношению, если это в школе, это, наверное, самый сложный путь, потому что человек еще не сформировался. Это общность людей, класс как таковой, да, собран практически по территориальному признаку, и иногда бывает мало общего у этих людей. Потом уже дальше, да, люди собираются по работе, по интересам, как-то сами собой в какие-то группы собираются, уже свою волю прилагают. А тут просто вот с первого класса по территориальному признаку собрали, и вот до 11 класса эти люди вместе. И иногда они, естественно, разные интересы имеют. Особенно если до 10 класса, если вот у нас 17 лет человек, он был вместе со всеми, а потом у него резко изменились приоритеты. И, конечно, начинают такого человека как-то из своего общества остальные выдавливать. Более того, ну, как бы в психологии понятно, что, по психологии понятно, что чем ниже интеллектуальный, культурный уровень общества, тем оно нетерпимее относится к инаковости, да, к другим людям, которые имеют какие-то другие приоритеты, цели в жизни. И поэтому, если вас, скажем так, в классе гонят по вот этому признаку, ну, да, это, наверное, проблема даже не вас, а класса. В конце концов, мы, христиане, про это и говорил Христос, да, в этом мире будем всегда гонимы. Это тоже нужно понимать. Если мы идем к Богу, есть множество людей, которые не идут к Богу, которые, как вы называете их, атеистами, которые против Бога, которые не верят в Бога и которые этот путь будет всячески ахаивать и будут ставить какие-то препятствия. Но мы, христиане, и с нами Бог, поэтому мы этот путь должны пройти. И закалиться в каких-то, у Христа был такой же путь, да, никто Христу не, ну, как бы, вся жизнь Христа – это была жизнь практически гонений, да. Поэтому это тоже нужно помнить, и это читать Священное Писание и укрепляться чтением Священного Писания. Но в конце концов, вам 17 лет, рано или поздно эта школа закончится, да, и вы уже можете выбирать сами, в какое общество, с каким обществом сидеть за партой, с каким обществом сидеть за столом, с каким обществом дружить. И поэтому рано или поздно это тоже закончится, это тоже нужно помнить и тоже в этом находить утешение. Но вот какой-то, может быть, последний год в школе, да, придется пройти, если уж не побеждая добром зло, да, то хотя бы терпя это зло по отношению к себе, как и полагается настоящему христианину. Субтитры создавал DimaTorzok